Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Галина Булгакова. Смотрите в этом выпуске. В эфире программа «В центре событий» в студии Галина Булгакова. Смотрите в этом выпуске. В основе изменений предусмотрена реструктуризация, связанная с укропнением ряда подразделений. Общее их число сократится с 33 до 25. В результате предлагаемых преобразований в структуре администрации города произойдет сокращение на три штатные единицы. Известно, что предлагается упразднить одного из заместителей главы. Кто им станет, пока не ясно. Вполне вероятно, что речь идет о кандидатуре Олега Лапина, курирующего силовой блок. Кроме того, в администрации вновь появится Департамент культуры, молодежной политики и спорта, который в этом году был упразднен по предложению предыдущего градоначальника Дмитрия Попова. Примут или нет депутаты проект нынешнего руководителя города Вадима Шувалова, станет известно 26 октября, когда состоится второе заседание Сургутского парламента. Губернатор Югры Наталья Комарова вошла в состав Совета глав субъектов страны при Министерстве иностранных дел России. В состав также включили первых руководителей семи регионов и структурных подразделений федеральных органов власти. Отметим, что Совет был создан для оказания содействия российским регионам в развитии международных и внешнеэкономических связей. В Югре уделяется особое внимание подобной деятельности. Округ является инициатором создания Совета регионов стран БРИКС и продолжает работу в этом направлении. Также здесь традиционно проходят значимые международные мероприятия, такие как фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», экологическая акция «Спасти и сохранить», соревнования по биатлону и шахматам. Сплоченная командная работа поможет эффективнее отстаивать интересы Югры в рамках сотрудничества с Тюменской областью. Губернатор округа Наталья Комарова провела рабочую встречу с депутатами областной думы. Все они избраны от нашей автономии. Глава ХМАО отметила, что нам необходима консолидированная позиция по основным краеугольным вопросам. Со своей стороны Комарова пообещала поддержку, в том числе информационную. Так в правительстве Югры назначен специальный ответственный специалист, который в том числе будет курировать процесс предоставления парламентариям полных свежих данных по проблемам и текущим вопросам. Наша командная работа окажется успешной, если будет выстроена на принципах, которые позволят повысить эффективность как систему ее. Вам необходимо глубже освоить принципы автономности, потому что совершенно объективно ваше рабочее место устроено именно таким образом. Поэтому вся ответственность за принимаемые решения на ваших плечах. В Тюмени чиновникам страны предлагают современные механизмы управления и новые технологии. В областной столице начал работу Всероссийский форум «Электронное правительство» и специализированная выставка информационной технологии 2016. Мероприятие собрали в Тюменском технопарке порядка двух тысяч ведущих специалистов отрасли и гостей. На площадках представлены центры робототехники и программирования. Ученики одной из школ презентовали разработанную ими новую линию по автоматизации обработки колбасных изделий перед упаковкой. Еще одни юные изобретатели рассказали о новом измерителе влажности почв. Он помогает сэкономить денежные средства и пресную воду для полива сельскохозяйственных площадей. Были и разработки с интересными названиями, например, «Электронные овощи». Электронные овощи доустроятся для ослеживания, транспортировки и условий хранения партии овощей. Она используется в агрофирмах. Она работает на том, что датчик температуры и влажности смотряет показания окружающей среды и выводит все это на компьютер. Также можно получить сообщения с этим датчиком. Все это используется для того, чтобы партия овощей сохранилась в полном, хорошем состоянии до нас, до просового населения, к нашему столу. Новый учебный год с 12 октября. Речь идет о школе искусств номер 2. На этой неделе свои двери для учеников открыло новое здание ДШИ в ЖД районе. Этого события дети и родители, преподаватели ждали несколько лет. Теперь 570 ребятишек осваивают музыкальное искусство в светлых просторных классах и дают свои первые концерты на большой сцене. Виктория Дрягина продолжит. Такой торжественный и такой долгожданный момент. Красная ленточка перерезана, а значит новое здание школы искусств номер 2 официально открыто. Начиная с этого мгновения 570 ребятишек со всего города могут приступить к познаниям сказочной музыкальной страны. Здесь дети будут заниматься фольклорным пением, актимическим пением. Здесь будет у нас джазовое отделение, у нас и пианисты здесь, всевозможные инструменты. Должны смеяться дети, должны смеяться дети, должны смеяться дети, и в мирном мире жить. Нового здания коллектив 2-й школы искусств ждал давно. До этого момента учреждение размещалось на площади 501 квадратный метр, плюс несколько фериалов в виде отдельных кабинетов на базе общеобразовательных учреждений. Разумеется, из-за отсутствия условий администрация ДШИ была вынуждена ежегодно отказывать зачисление почти 40% желающих. Пять лет назад вопрос сдвинулся с мертвой точки. Мы вот за эти пять лет подготовили проект, определили место, сделали, забили сваи и построили данный объект. Нам повезло, что в нашей команде были все очень ответственные люди, которые желали что-то изменить. И родители, и директор школы, и департамент культуры, и весь коллектив департамента архитектуры, УКС, застройщик, безусловно, который не подвел администрацию города в целом, и губернатор Наталья Владимировна Комарова, которая стояла у истоков первого дня буквально этого вопроса. Плоды работы взрослых уже оценили главные инспекторы. Те, для кого, по сути, все это и строилось. Честно, сначала очень удивилось, что даже в такой музыкальной школе есть лифт. Для меня это было неожиданностью, и я до сих пор в шоке. Мне очень нравится зал, в котором мы только что выступали, потому что он большой, и в нем хорошее освещение. Мне нравится в этой школе, что скоро тут построят огромный зал, в который могут родители присоединяться, и видеосъемщики. Очень удивительно, что у нас очень-очень-очень-очень много залов, поэтому думаю, что хватит места для всех детей в этом городе. К слову, площадь нового здания школы искусств больше 5,5 тысяч квадратных метров. На ней уместились 54 учебных кабинета, малые и большие концертные залы, библиотека, хоровой и оркестровые залы. В планах администрации учреждения открыть с 2018 года на базе ДШИИ номер 2 класс профессиональной подготовки по фольклору. Это будет первый подобный опыт в городе. Виктория Дрягина, Светлана Стебенькова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Сургут Интерновости. Кроме того, для предпринимателей организовывают бесплатные курсы, семинары, мастер-классы, форумы, встречи в формате круглого стола. В этом году их уже было порядка 30. В четвертом оставшемся квартале этого года планируются встречи в этих рамках с двумя успешными предпринимателями. Это вот Владимиром Николаевичем в том числе в ноябре, по-моему, планируются встречи. И с одним успешным проектом в социальном предпринимательстве, это Центр развития талантов ребенка, Боженко Татьяна Александровна, тоже планируются встречи предпринимателей по обмену опытом. И в ноябре планируется конференция городская, новые ниши для развития регионального бизнеса. Поэтому кто-то, если из предпринимателей заинтересуется, то, пожалуйста, приглашаются для участия. Что касается поддержки рублем сургутских предпринимателей, то она предоставляется в двух формах. Субсидии, как компенсация затрат, и гранты, как аванс на реализацию проекта. В этом году на эти цели уже потрачены более 6 миллионов рублей. Их разделили на 27 организаций. Существует и имущественная поддержка, льготная ставка по аренде помещения, преимущественное право выкупа в рамках законодательства. И бесконкурсное предоставление площади для людей, занимающихся социально полезной деятельностью. Пожалуйста, приглашаем. До 15 октября осуществляется прием заявок на предоставление грантов по направлению начинающих предпринимателей. То есть, если кто-то хочет какой-то проект реализовать, пожалуйста, они могут начать его в том числе с получением гранта из местного бюджета. С 2017 года у нас еще с автономного округа переданы полномочия по представлению нового вида поддержки инновационным организациям. Те, кто занимается инновационной какой-то деятельностью. Сургутские предприниматели перейдут на новый порядок использования контрольно-кассовой техники. После 1 февраля 2017 года регистрация ККТ уже будет невозможна. Чтобы официально заявить новую кассовую технику, не обязательно лично обращаться в инспекцию. Для этого можно пройти соответствующую процедуру на сайте ФНС России. Помимо этого, пользователь должен заключить договор с оператором фискальных данных, выбрать которого он может самостоятельно. Теперь касса должна отвечать следующим требованиям. В первую очередь она должна передавать фискальные данные через оператора фискальных данных в налоговый орган. Таким образом, уважаемые налогоплательщики, если ваша касса не соответствует новым требованиям закона, вы должны будете приобрести новую или модернизировать имеющуюся у вас технику с приобретением фискального накопителя вместо электронной контрольной ленты защищенной. В следующем году сумма материнского капитала останется прежней. Размер выплаты составит 453 026 рублей. С 2007 года господдержку выдают российским семьям, в которых есть двое и больше детей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, пенсию матери и погашение ипотеки. Актуальный жилищный вопрос может быть решен с использованием мат-капитала только в случае, если родители имеют собственные средства на приобретение квартиры. При этом не урегулирована возможность направления господдержки на уплату первоначального взноса по жилищным кредитам до достижения ребенком трех лет. А образование детей или пенсия для матерей является мерой по реализации отложенных потребностей. Также на данный момент коммерческие детсады и школы не позволяют оплачивать обучение этими средствами. Вследствие этого, по данным направлениям, материнским капиталом распорядились лишь около 3% россиян. У нас есть материнский капитал. Пока мы его не использовали. Мы планируем на дальнейшем приобретение жилья в ипотеку. Лежит пока просто сертификат. Ни разу не знаем, пока не планируют. Я считаю, что сейчас проблема в стране – это жилье для молодежи. Это самое первое. Потому что молодежь сейчас не может приобрести ипотеки, с которыми с большими суммами выплачивать. Только жилье, других вариантов я даже не знаю. В окружном кардиологическом диспансере прошла конференция, посвященная проблеме атеросклероза. Кардиологи и терапевты из Сургута, Мегиона, Нижневартовска, Нефтьюганска, Хантамансийска и Лангипаса обсудили современные возможности лечения атеросклероза и перспективы борьбы с этой болезнью. Отмечу, что сегодня атеросклероз – одно из самых распространенных заболеваний сосудов. Каждый второй человек, умерший от проблем сердца, умирает именно по причине атеросклероза. Уже к 40 годам этот недуг может привести к образованию бляшек, препятствующих нормальному току крови. Это означает, что с человеком внезапно может произойти инфаркт или инсульт. Сегодня мы говорим о дислепидемии, о повышенном уровне холестерина и что необходимо сделать для того, чтобы своевременно выявлять этих больных и, самое главное, правильно, адекватно лечить, достигать цели лечения в виде снижения и достижения целевых уровней холестерина в крови. Вместе с тем в Сургуте увеличилось число инфарктов у молодых людей. Каждый десятый пациент кардиодиспансера, который проходил лечение в учреждении, не старше 45 лет. Из них 90% – мужчины. Чтобы избежать печальных последствий, врачи рекомендуют при первых симптомах обращаться к врачу. Тревожным звоночком должна послужить внезапная боль за грудиной, которая сопровождается слабостью, потливостью, головокружением, а также чувство нехватки воздуха. По словам врачей, чем раньше пациент обратится за помощью специалистов, тем больше шансов его вернуть к полноценной жизни. Особое внимание к своему здоровью медики призывают проявить молодых людей. Больные молодого возраста, у них нет настороженности, и они уже находятся дома до развития кардиогенного шока, и поступают в крайне тяжелом состоянии. И, конечно, уже прогноз гораздо серьезнее, и выходят они уже в более тяжелом состоянии, выходят с большими, так сказать, потерями трудоспособности из этого состояния. Конфликт пока исчерпан. Хоккей будет профинансирован. Об этом на специальном родительском собрании сообщил заместитель главы Сургута Александр Пелевин. Он принес свои извинения за сложившуюся ситуацию. Напомним, на прошлой неделе в администрации спортивного учреждения сообщили, что денежных средств на счетах хватит лишь до 20 октября. После этого на улицах города появились баннеры с провокационным текстом. А к проблеме подключились крупнейшие средства массовой информации региона. Сейчас известно, что до конца октября финансирование Олимпийца всех возрастов будет осуществляться из средств, сложившихся за счет экономии по результатам конкурсных процедур и торгов. Эти деньги поступят на счет Ледового дворца спорта в середине следующей недели. А вот вопрос с содержанием до конца года будет решать городской парламент. Решение о выделении дополнительных средств принимает Дума города. Вы знаете, этот год был выборный, и к концу августа и в начале сентября у нас еще не было Думы. И Дума появилась в конце сентября. По регламенту Думы только в конце октября. То есть на ближайшем заседании Думы 26 октября будет приниматься решение о выделении дополнительных средств для Ледового дворца спорта, для проведения чемпионатов России и окружного чемпионата. В том случае, если 26 октября на заседании Думы города будет принято положительное решение, то финансовые средства, рассчитанные на нужды хоккеистов, до конца года поступят в Ледовый дворец в первых числах ноября. А вот по поводу содержания спортсменов в 2017-м еще ничего не ясно. Потребности несколько десятков миллионов рублей, которые нужно где-то найти. Известно, что руководство города ведет переговоры с Сургутнефтегазом, который может оказать поддержку сургутскому хоккею. Мы сейчас решаем, каким образом будет финансироваться первое полугодие 2017 года, второе полугодие 2017 года, какие это будут средства, это будут средства бюджета города, безусловно, это будут и привлеченные средства, поэтому будем работать со спонсорами и вас призываем к этой совместной работе. Впереди еще коммерческая информация и прогноз погоды. У меня на этом все. До свидания. Лето закончилось, и самое выгодное время подобрать для себя удобную теплую одежду из натурального меха. Только с 12 по 16 октября на выставке продажи «Росмех» в Сургуте в торговом центре «Вершина» вы можете приобрести шубу по выгодной цене со скидкой до 50%, а также оформить кредит или рассрочку без переплаты. Например, норковая шуба за 5000 рублей в месяц, срок предоставления рассрочки – 8 месяцев. Посетив выставку, вы будете приятно удивлены представленным ассортиментом новой коллекции меховых изделий. Профессиональные продавцы-консультанты помогут выбрать для вас из всего разнообразия шуб подходящую модель по цене, качеству и фасону. Мы привезли к вам новую коллекцию изделий из норки, мутона и лисы. Богатый выбор моделей от классики до авангардных. Широкая цветовая гамма и размерный ряд с 36 по 66 размера. Советуем обратить внимание на изделия из североамериканской норки, Black Naffa и Black Glamo. Наши изделия также можно приобрести в рассрочку без переплаты. Торопитесь подобрать для себя удобную, модную, теплую шубу, ведь меха всегда пользуются устойчивым спросом. 688-466 Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Быстро найти любую информацию. Играть с друзьями по сети. Или смотреть фильмы. Метросеть. Интернет как вам нравится. Сипромстрой по многочисленным просьбам продлевает акцию. Квартира-студия от полутора миллионов рублей. Однокомнатная квартира 49 квадратных метров от 2 миллионов 150 тысяч рублей. Двухкомнатная 72 квадратных метра 2 миллиона 820 тысяч рублей. Тюменский тракт 2-1. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Компания Сипромстрой. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Ювелирный салон Рубин открывает богатый мир совершенной красоты, запечатленный в благородных металлах и драгоценных камнях. Украшения от известных производителей. Эксклюзивно в Рубине представлены мужские цепи Бисмарк. Сургут, Югорская, 5-2, салон Рубин. Салейник Элизионе приглашает за покупками большое сезонное поступление. Шубы, дубленки, пуховики. Скидки от 30 до 60 процентов. Беспроцентная рассрочка. Салейник Элизионе осень и зима будут теплыми. Салейник Элизионе. То, что действительно модно. В магазине Адам новые поступления женской одежды. Нарядные платья, брюки, блузки, производство Турции и Москвы. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСМ 3, друг 2. Телефон 3763-77. И о погоде на 14 октября. Здравствуйте в студии Алина Белявская. Генеральный партнер прогноза погоды компания Еломет. Вы купили Алмак-01. Почему? Лечила позвоночник в больнице. Теперь вот надо продолжить лечение дома Алмаком. При заболеваниях позвоночника и суставов воспользуйтесь аппаратом Алмак-01. До 15 октября купите Алмак-01 выгодно. В магазинах медтехника, аптеках Фармадом и аптека от склада. Боль долой. Когда Алмак-01 под рукой? Алмак. Высокоэффективное лечение хронических и острых заболеваний в домашних условиях. Создан для здоровья людей. В пятницу на погоду в большей части Западной Сибири будет оказывать влияние тыловая часть высотного циклона. Местами пройдут небольшие заряды снега, а северо-восточная тяга ветров продолжит удерживать пониженный температурный фон. Ночью в Сургуте окрестностях облачно с прояснениями местами возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха минус 2, минус 7. Утром облачно, небольшой снег. На столбиках термометров от 0 до 3 градусов мороза. Днем переменная облачность, возможен небольшой снег. Направление ветра северо-восточное 3,8 метра в секунду. Температура минус 2, плюс 3. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Осень-зима-2017», а также скидки до 50% на летнюю коллекцию. Поступление новой коллекции из Финляндии в салонах обуви «Саламандр». В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо расти и состоит 764 миллиметра ртутного столба. Чудо техники для зимних прогулок. Санки-коляска легко передвигаются и по снегу, и по асфальту. Детский вездеход, прогулки без забот. Санки-коляска такие только в Карапузе. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего доброго, будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин